приветствую в этом видео расскажу и покажу как проверить пробег с помощью диагностического кабеля на примере своего автомобиля audi a6 c7 сейчас у меня пробег составляет 149 747 километров машина 2011 года выпуска значит тут куча разных блоков управления в этом автомобиле и в каждом ну практически в каждом хранится время работы пробег количество срабатываний и так далее там допустим можно посмотреть сколько раз опускался поднимался экран сколько раз устанавливался ручной тормоз сколько раз открывался багажник и так далее там вплоть до того то что можно посмотреть сколько процентов от времени работала коробка передач в режиме s то есть по всем вот этим вот параметрам можно установить плюс-минус какой возраст автомобиля конечно тот кто хочет смотать конечно все это почистить чтобы было беспалево но это достаточно трудоемко и я думаю что не каждый будет этим заниматься а сейчас значит берем ноутбук подключаемся и смотрим что там у нас по машине можно посмотреть здесь я для себя конечно выписал подсказку это все будет в описании либо комментарии заходим в первую очередь в первый самый блок это блок управления двигателем там много чего можно посмотреть конечно по автомобилю у меня было несколько видеороликов про параметры в этом блоке как можно определить состояние цепи как топлива на воздушную смесь проверить там еще что-то давление форсунок а можно посмотреть здесь нас интересует значит один из параметров точнее вот эти два параметра это тот пробег на котором было сброшено сброшено ошибки то есть если вы проезжаете этот параметр нескольких километров то есть на вас продавец скорее всего пытается обмануть из машины какие то есть проблемы раз он почистил я очищал так как были ошибки из-за того что я что-то круче отключал то ли в дверях то ли еще где-то где-то короче ошибками появились я все почистить по поводу топлива воздушной смеси я уже снимал видео про audi a6 c6 сейчас меня двигатель не запущена это параметры видимо из памяти но здесь должно быть в пределах от минус 5 до плюс 5 если больше там у меня на c6 что-то в районе минус 11 было короче минус это богатая смесь плюс это бедная смесь то есть это вопрос тоже желательно изучить но мы сейчас про пробег так вот здесь вот можно посмотреть пробег это скорее всего параметр берется из блока управления приборной панелью также здесь есть еще один control вот этот параметр берется видимо в самом блоке управления он в метрах разбег допустим но если допустим будет здесь 149 тысяч а здесь 259 тысяч километров тогда это будет подозрительно так еще один параметр который хорошо бы посмотреть это сколько было пропусков зажигания по цилиндрам то есть вот здесь вот выбирается 4 цилиндра если я правильно понимаю это за всю историю вообще блок управления двигателем сколько было пропусков то есть если здесь по какому-то из цилиндров будет большое количество значит какие-то были проблемы с двигателем можно задать вопрос у владельца что он делал может быть катушка может быть поршень там развалился может быть еще что-нибудь пострашнее хотя даже что может быть страшнее развалившегося поршня так здесь наверное все есть еще один есть параметр но я на самом деле не знаю что он обозначает догадываюсь но не уверен значит это а в с эта система audi был в of lift system это поднятие выпускных изменения поднятия выпускных клапанов и такое ощущение что он сработал всего лишь пятьдесят пять тысяч двести восемь восемь восемьдесят раз он по идее должен срабатывать при повышении оборотов выше трех тысяч то есть за все время получается 55 тысяч раз всего лишь больше трех тысяч оборотов в минуту двигатель крутился не уверен что это так но если кто-то будет ориентироваться по моему видео то есть 150 тысяч пробег вот такой показатель поэтому следующее это коробка передач у меня установлен вариатор в dsg скорее всего будет иначе тут нас интересуют три параметра значит это естественно дистанция она тоже видимо хранится в этом блоке потому что немножко отличается то есть чуть чуть меньше чем на тысячу километров отличается по коробке потом можно посмотреть вот этот параметр это сколько времени вообще коробка работает и посмотреть вот этот параметр это сколько раз сколько времени селектор коробки передач в режиме с то есть можно посмотреть если здесь будет опять же большой процент значит машину насиловали машину гоняли прям как на спортивном треке то есть всего лишь 0 4 процента но это прям мизер предыдущие владельцы с режим не любили также вот по поводу часов значит среднее время средняя скорость в городе это плюс-минус 20-30 км в час если допустим умножить на 30 километров в час то получается ну вот такая вот такой вот примерный пробег опять же этот параметр полезен для того чтобы проверить время работы часов в других блоках запоминаем порядок пригодится еще дальше следующий блок в abs breaks я ничего интересного не нашел здесь нужно вот сюда эти 30 здесь есть пробег но я подозреваю что он берется из приборной панели то есть если в блоке приборной панели поменять то скорее всего тут тоже поменяется но это не точно следующий это связано с кондиционером тут пробега нет тут можно посмотреть другую величину сколько раз запускался компрессор так вот и есть еще один сколько раз образовывался конденсат на окнах то есть этот счетчик интересен как он его высчитывает то есть видимо когда повышается влажность он сюда записывает а также вот можно посмотреть сколько раз запускался компрессор кондиционера тоже можно будет если что сравнить то есть пробег 150 тысяч получается 15 тысяч раз запускался компрессор кондиционера дальше девятый блок тут также можно посмотреть сколько по времени была работа так 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 тайм 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 посмотреть по поиску тайм вот 5600 часов и также можно посмотреть вот сколько в разных режимах использовался автомобиль значит в режиме комфорт 23 процента динамический режим вообще предыдущие владельцы не использовали автоматический режим 31 процент и в индивидуальном но в индивидуальном также можно настроить режим езды динамически либо комфортный поэтому может быть ездили в динамике вот но здесь параметр опять же 5600 часов если умножать 5684 умножить на 30 30 это очень большая скорость беспробочная абсолютно 170 а так обычно скорость средняя 20-25 если крупный город мы рассматриваем если умножить то есть на 20 нужно 1 20 на 30 нажать то есть пробег будет между вот 133 ой 113 и 170 то есть это примерный пробег но опять же если вы покупаете машину с пробегом 100000 здесь будет допустим 8000 километров ой 8000 часов тогда это полива скорее всего что-то где-то намотали следующий здесь ничего подушки безопасности тут тоже значит пробега я не нашел может быть в других версиях что-то что-то есть но здесь нас интересуют вот эти вот параметры здесь имеется счетчик сколько раз машина врезалась конкретно чтобы срабатывала активная безопасность то есть фронтальные это сколько вперед прилетала сколько в бок со стороны водителя сколько в бок со стороны пассажира сколько сзади сколько переворотов ну это видимо сколько активации было активной безопасности если все по нулям конечно же тоже можно блок поменять все это почистится скорее всего люди которые этим зарабатывают знают как это почистить но от такого тупого развода можно вот эти вот параметры то есть если тут хоть по одному из параметров единички то есть то машина была скорее всего в какой-то довольно таки серьезной аварии следующее мы смотрим теперь приборная панель номер 17 так колесо руч инструмент скорее всего остальные блоки берут пробег именно из приборной панели distance и тут еще второй параметр есть счетчик дней то есть моему автомобилю уже десять лет ну практически 10 лет его здесь вот этот параметр подтверждает возраст автомобиля то есть меня 2011 год сейчас 2021 вот и пробег такой же как был блоки двигателя то есть скорее всего вот это основное значение которое все должны редактировать если хотят омолодить свой автомобиль так все на этом в этом блоке все теперь можно посмотреть блок здесь ничего нету следующий блок которым нашел информацию какую-то интересную это ручной тормоз здесь можно посмотреть сколько раз устанавливался ручной тормоз слева и справа почему-то на один отличается но это может быть когда колодки менялись так и еще один тут есть вот этот параметр я честно не понял что означает это как я понял когда какая-то на каком пробеге последняя адаптация была тормозов 120 тысяч километров пробега это до моей покупки потому что я купил плюс-минус где-то на 130 131 тысячи то есть скорее всего на 120 тысячах что-то меняли но я тоже уже колодки менял и адаптировал их не знаю почему пробег не обновился потому что я делал все с помощью компьютера там может быть тоже без компьютера и может быть автоматика как-то самостоятельно увидел что колодки поменялись и адаптировал то есть этот параметр он конечно за километраж отвечает то есть если пробег допустим автомобиля будет сто тысяч а в этом блоке сто двадцать тысяч километров то это косяк того кто чистил машину перед продажей это палево следующее следующее сейчас вот и 5f это блок управления мультимедиа можно сказать здесь можно посмотреть в в 41 и 41 поехали и 43 здесь можно посмотреть сколько времени работал магнитолог короче говоря сколько мультимедиа работал 5700 часов то есть это похоже на то время сколько что мне там и работало еще 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 так 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 коробка передач чуть поменьше а сколько работала центральная электрика то есть там было почти такая же такое число а вот это отвечает число опускание экран то есть если я опущу экран так меня уже аккумулятор садится на автомобиле то есть это число означает запущу двигатель вот если я опускаю экран одно срабатывание поднимаю экран еще одно то есть если поделить это число на два сейчас возьмем калькулятор 35000 они не нет надо пробег разделить на количество этих срабатываний вру 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 надо сначала разделить его на два потому что при запуске он поднимается и при выключении зажигания он тоже опускается соответственно за одну поездку минимум два раза экран то есть 17859 и теперь делим сто сорок девять тысяч восемьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок девять то есть получаем средняя поездка 8 километров то есть это я считаю что это нормально то есть это не по пять минут кто-то ездит по километру где-то там ближайший офис или там допустим развоз какой-нибудь типа такси если машина используется там короткий дистанции проезжает и выключает зажигание короче на этот параметр тоже я думаю обязательно нужно смотреть при выборе этого автомобиля и еще один блок который я советую посмотреть не у всех он конечно будет это блок управления крышкой багажника здесь сюда заходим значит также дистанция скорее всего из того блока управления берется но на всякий случай тоже можно посмотреть здесь можно посмотреть сколько раз и закрывался багажник то есть закрытие меньше скорее всего руками закрывали тоже если посмотреть сколько раз примерно в день открывался багажник то есть умножаем 365 на возраст автомобиля на 10 лет получаем количество дней сколько автомобиль и семь тысяч триста девяносто один делим 365 на 3650 то есть это два раза в день примерно открывался багажник тоже если это такси то этот параметр будет гораздо больше то есть в принципе это нормально то есть приехал сел в машину открыл багажник положил вещи приехал куда-то открыл багажник забрал вещь то есть по этому параметру тоже можно в принципе установить возраст на этом все что мне удалось найти это все если у вас есть какие-то еще дополнения пишите в комментарии будет полезно а так спасибо за внимание ставьте лайки всем пока что что что